Вопросы с ответами вы не можете видеть. Внимание на экран. Нет, на экран смотрят только болельщики. Давайте встанем так, чтобы вам было видно экран. Первый, второй отряд сюда. В эту сторону, пожалуйста. Боком, боком. И третий, четвертый отряд сюда. Так, встали, да? Первый вопрос. Так, первый вопрос. Вопросы буду задавать по очереди каждому отряду. Первый вопрос четвертому отряду. Знаете, все мультик. Круджа Макдак, да? Счастливая монета. Круджа была достоинством. Десять центов, двадцать центов, один цент или пять центов. Четвертый отряд думаем. Остальные тоже думают, но не подсказывают. Думаем и показываем цифру. Ответ. Смотрели мультик, нет вообще? Да. А они смотрели? Так, ну а теперь остальные показывают цифру отряда. Не подумайте. Так остальные опустили цифры. Подняли только правильный ответ. И жюри тоже показывают. Так, правильный ответ. У вас какая цифра? Верх, поднимите выше себя, чтобы было понятно, что вы не просто держите. Так, три, четыре. Дашу, пять, четыре. Один, у вас четыре. Правильный ответ под цифрой один. Десять центов. Правильно отписываю. Первый отряд. Хотя я бы вопрос задавала четвертому. Второй вопрос. Будем отвечать, и все показывают цифры. Какое слово выложил Кай из сказки «Снежная королева»? Вечность, теплота, снежинка, холод. Поднимаем правильный ответ. Ответили все правильно. Это слово «вечность». Все команды правильно. Следующий вопрос. Кто написал «Мой дады»? Знаете такое произведение? Николай Некрасов, Корней Чуковский, Самуил Маршак или Павел Бажок? Показываем цифру, думаем. Так, молодцы. Все отряды ответили правильно. Это Корней Чуковский написал, конечно же, «Мой дадыр». Следующий вопрос. Чем занимался Шерлф Холмс? Минуты глубоких раздумий. Все знаете, кто такой Шерлф Холмс. Первый играл на скрипке, второй искал ботинок, третий стрелял в спину и четвертый рассматривал портреты. Что же он делал? Поднимаем. Трубку курил. Так, неправильно ответил только четвертый отряд. Неправильно. Все-таки Шерлф Холмс, когда думал, он играл на скрипке. Так, и следующий вопрос. Назовите город, который не находится в Европе. Париж, Лорден, Варшава, Лос-Анджелес. Так, вопросы? Ответы у вас? Так, первый ответ. Какой выбираете? Ну, давай быстрее. Ну, давайте. Давайте. Вы определитесь уже. Да, сады по своей опусте. Так, у вас? Четыре. Правильно. Лос-Анджелес не находится в Европе. Он находится в Америке. Кто знает географию? Да, следующий вопрос. Что не является республикой? Ставрополь, Алания, Чувашия, Башкирия. Не является республикой. Поднимаем. А, что я понимаю. Так, сложные вопросы, что ли? Так, жду ответы и цифра. Так, ответы? Сложные вопросы. Сложные? Конечно, делаем. Подожди. Ну, для первого отряда, я думаю, несложные. Ну, куда они сначала покажут? Они сначала покажут. Помогите, четвертые вопросы. Так, ответы. Так, у вас три, у вас три, у вас один, у вас один. Первый отряд и второй ответили правильно. Ставрополь не является республикой. Ставропольский край есть, а республики такой нет. Следующий вопрос. Алания, я помню, Ремарыч. Алания это не город Турции, это Северная Осетия, Алания. Да, Алания это Северная Республика, Чувашия, Республика. Ну и Башкирия. Точно не город. Точно не город, это республика. И следующий вопрос. Такого моря не бывает. Не бывает. Вот это я сама не знаю. Желтые. Хотя загадываюсь. В каком я море не купалась? Так, ответы, пожалуйста. Я купалась здесь. Алексей Юрьевич, вы в каком море не купались? Какой отец? Ох, белый, белый, не купался. Желтые. Вы, Алексей Юрьевич, сильно не слушаете. Желтые. Так. У вас ответ какой? Так, у вас? У вас? Правильно. Желтого моря не бывает. Алексей Юрьевич, правильно? Желтого не бывает моря. Нет такого моря. Здесь белое, здесь красное. Дашь и следующий вопрос. А кто правильно ответил? Правильно ответил первый и второй отряд. И четвертый отряд, да. Третий отряд, это неправильно. Следующий вопрос. Тоже сложный, да? Назовите город, находящийся в Российской Федерации, в нашей стране. Астана, Сыктывкар, Ашхабад и Улан-Удэ, 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 Улан-Удэ. Может быть, два ответа? Нет, один. Один правильный здесь. Который находится, остальные не находятся в России, в городах. Так, и, пожалуйста, ответы. Боленщики знают? Да! Вы молодцы. Давайте посмотрим наших участников. Так, какой-то первый. Давайте еще раз так. Два, 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 один, два, два, правильный ответ, два. Отряды ответили правильно, кроме четвертого. Четвертого. Переключили, я хотела пояснить, да? Улан-Удэ, простите, простите. Сыктывкар это город, который находится у нас в России. Астана это Казахстан, Ашхабад это Туркменистан и Улан-Удэ это Монголия, города Монголии. Понятно всем? Следующий вопрос. Как называется спортивный снаряд, позволяющий далеко и высоко прыгнуть? Трамплин, конь, трапеция или молот? Не строй! Не строй! Так, пожалуйста, ответ. Я на каньбу на крючком прыгаю. Прыгни! Вверх! Это вверх! Это вверх! Это вверх! Это вверх! Четвертый отряд. Правильно, все отряды отрители, правильно. Снаряд этот называется трамплин. Первый отряд, вы можете поднимать четко? Вот же. И все. Подняли, держите. Жюри смотрит... Жюри все спрятаны. Так, следующий вопрос. Символа. Что является главным символом Олимпийских игр? Олимпийский мишка, Олимпийский огонь, стадион или воздушные шарики? Я знаю. Я знаю. Ответы, пожалуйста. Так, и ответ главным символом является Олимпийский огонь. Цифра два. Третий и... Первый отряд ответили правильно. И последний, я вам вопрос, да? Где там еще много? Да хватит уже. Долго. 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 А-а-а. Так, внимание, следующий вопрос. Как называют бегуна на короткие дистанции? Марафонец. Тайер, спринтер, марафонец, богатырь. На короткие дистанции. Обратите внимание. Так, у вас ответ какой, четвертый отряд? Да, уже любой. У вас? Так, правильно. Это под цифрой два. Принтер. Следующий вопрос. Последний вопрос. Последний вопрос. А он и последний. Как называется бастроходная спортивная лодка? Плод, баржер, баркас и байдарка. Так, ответы. Ну, блин, поднимите. Второй отряд, не тормозите. Так, и все назвали правильно. Это байдарка. Молодцы. Молодцы. Похлопаем участника. Следующий наш конкурс. Мы не даем участникам передохнуть.